Добрый день всем! Мы начинаем трансляцию матча между Power Rangers и London Conspiracy. Игра европейского дивизиона. На данном этапе Power Rangers и London идут относительно ровно. В серединке таблицы, ну, понятное дело, что сражаться надо при любом раскладе. Таблицу чуть-чуть попозже выведу на ваши экраны. Пока что, собственно, по пику давайте пробежимся. И позже уже разберем все вытекающие из данного пика, все вытекающие вопросы. У Power Rangers уже Бэтрайдер в пике, Венга, Джиггернаут и Лина. Со стороны команды London Conspiracy взяли Бристлбека, СД, Инвокера и Кунку. Shadow Demon под Кунку. Давным-давно забытая стратегия. Еще и Инвокер там сверху. Ну, суперкомбинация, может быть, как минимум для одного человека. Как это будет реализовано, мы увидим. Кунка очень давно не появлялся, по-моему, в пиках. Так, всех ребят мы, в принципе, видим. Ну, разве что СД тоже редкий гость. А по большому счету тут обычная ротация героев просто с места на место меняются. По сути, тактики комбинации редко меняются у команд. Ну, на Join.mlg Pro League это более чем заметно. Практически все играют по двум-трем максимум. Там пять схем есть рабочих, которые реализуются. Последний пик для команды Power Rangers. Уже имеется Juggernaut в легкую имеется. Бэтрайдер, который будет фармить сложный лай. Ну и саппорт. Саппорт Omni Knight. Линак, насколько я понимаю, отправляется у нас в мид. Ну и последний пик для команды London Conspiracy. Сложная наверняка отойдет Bristol Back у СД вместе с Кункой. Отправится в легкую. Инвокер будет в миде стоять. Ну и еще один саппорт нужен. Саппорт, который, возможно, оставит лайн для фарма Кунки и СД и уйдет в лес. Тоже лишним, наверное, не будет. Ну и под эту комбинацию, в общем-то, неплохо было бы какого-то Enigma взять, насколько мне видится. Enigma зашел бы более чем чудесно. Собрать всех сверху, бахнуть корабль по голове. Ну а там Bristol Back уже настреляет. Пока Enigma ни в пике, ни в бане у нас нет. Ждем. Ну, мои ставки на него. Omni Knight для Power Rangers. Это тоже, кстати, интересная история. Guardian Angel в лейте. По-моему, более чем полезный скилл. Omni Knight, по-моему, один из наиболее недооцененных персонажей. Шейкера. В итоге взяли Шейкера. London Conspiracy Dota. Ну окей. И, собственно, окей. Почему бы нет? Ну что, давайте я плавно вам расскажу, что у нас там в группах происходит. Ну, это европейская группа А. Power Rangers на пятом месте. У них пять игр. Одна победа, две ничьи, два поражения. У London Conspiracy две победы, одна ничья и два поражения. Собственно, на один поинт впереди команда London Conspiracy на четвертом месте. Пять очков у них и четыре очка у Power Rangers, которые разместились у нас на пятой позиции. Собственно, все по новостям. Все, в общем-то, по турнирной таблице довольно четко и ясно. Если будет победа Power Rangers в данном Best of 2 со счетом 2-0, белорусы выходят на место команды London Conspiracy. Они опускаются, соответственно, вниз на позицию Power Rangers. Если будет ничья, то все останется на своих местах. Ну и, конечно, не хочется обсуждать, но вдруг, если лондонцы возьмут оба матча, то позиция пэеров будет вообще печальная в турнирном дивизионе. Там вообще группа разрывная у команды Power Rangers. На первом месте идет BBC, сразу за ними идут Hellraisers. Там, конечно, сильно с ними не потягаешься. Ну, давайте по лайнам разберемся, кто вообще куда у нас направится. Чеширский Кот отправится фармить в сложную. J4, возможно, на подсейв к нему будет. Euphorix у нас играет на линии. Это мид-герой Санейка. Саппортит на Венге, ну и фармит легкую дитяра на Джаггернауте. Со стороны команды London Conspiracy. Кайзер будет отыгрывать у нас в миде на Инвокере. Мадара, я думаю, самое время в сложную бы отправиться. Так, ладно, у нас Шейкера зацепили. Сам себя зажал Шейкер. Фиссура и с одной стороны, ну и дитяра с другой стороны. Еще один удар от Венге. Санейка развалил у нас. На первой минуте Шейкера. Ну, уже небольшой буст для пэеров имеется. Ну, хорошее начало. Отличный вкус, отличное начало. Мадара на Бристалбеке отправляется фармить легкую вместе с Кункой. Что это такое вообще? Это Кунка саппорт, как я понимаю. Ну, в такой одежде еще бы не саппорт. Хипстер Кунка по всем канонам современной моды. Шейкер отправился фармить в Соло сложную. У Релакса должны быть здесь проблемы. В общем-то, харасить есть чем. Тут и дитяра навалить может с руки. Да и Санейка зацепить тоже, в принципе, может. Стан есть, Вейфов Террор будет скоро. Будут сильно бить. Ну что, у нас зацепили в это время Чеширского Кота. Развалили Чеширского Кота. Не помог никак здесь Омни Найт. Хилом одним не справились. Забирает этот фраг у нас СД. Все, Чеширский Кот уже начинает проседать у нас по экспириенсу, по голде. Начнет проседать чуть-чуть попозже. Джейфо даже удивительно, как не подсейвил своего тиммейта. В общем-то, все для этого было. Но, видимо, просто навалились большим количеством и разобрали Бетрайдера на сложной. У Бета есть тапок. Все для побегов, собственно. Чеширский Кот пошел. Красть экспириенс и красть голду у команды Лондон Конспириенс. Ну, это, собственно, особенность Бетрайдеров сложной. Тут, как бы, не обманешь, не проживешь. Надо красть чужой экспириенс, надо красть отводы, которые делает команда соперника, играющая за Радиант. Чеширский Кот это не хуже меня, конечно же, знает, ну и на практике реализует. На топе Дитя Рам. 12 на 3 по Крипстату. 13 даже на 3 на первом месте. На втором месте Мадара. 8 на 0. Зацепили у нас Джейфо. Джейфо тоже поймали и развалили. Как просто все дается команде Лондон Конспириенс. Собственно, давайте комбинацию покажу. А то что-то мы все пропускаем, да пропускаем. Это все делается через Дизрапшн. Ну, ждем. Все, отправил в Дизрапшн у нас Спартан Джейфо. Джейфо сразу же ловит Санстрайк. И все, дальше можно как бы ничего хорошего не ждать. Да, комбинация крутая. Комбинация безусловно крутая. Там и Кунка под эту комбинацию заточен. Правда, Кунка пока что занимается у нас отводами. Его дело оформить голду, зарабатывать экспириенс. Потом и Кунка у нас вступит в бой. Без пассивки качается Кунка. Все за счет Торрента, за счет Креста. Через Дизрапшн, собственно, фраги зарабатываются. Мы уже видели. Два фрага от команды Лондон Конспириенс. Именно так и были сделаны на легкой линии для них. Юфорикс уже имеет Боттл. Есть у него Нул Талисман. Но это было со старта у его прямого оппонента. У Инвокера. Есть Тапок, есть Нул Талисман. Ну, это экзортовый Инвокер. Класс Экзорт. Через форгидов тут, как я понимаю, будет пуш. Ну и, конечно же, Санстрайк. Куда вообще без него? Форгиды и Санстрайк. Инвокер и на линии стоит комфортно и помогает своим тиммейтам делать киллы. Бэтрайдера выгнали. Как я понимаю, Чеширский кот должен отсюда уходить, потому что тут полнейшая беда его ждет на лайне. Джей Фо занимается спаунами для него. Дальше Чеширскому коту, наверное, по лесу придется бичевать. Пытаться насобирать на даггер. Релакс отправляется у нас на мид. Будет попытка выйти у нас на Юфор Икс. Но здесь, если что, есть Джей Фо на подсейв. И Санейка тоже, в принципе, недалеко. За Девардили топ руну. Уже как-то покомфортней стоять в команде Пауэрэнджерс. Вообще, посмотрите по количеству вижена. Здесь имеется вижен от ПРов. Здесь, опять же, Девардинг от того же Санейка. Здесь тоже особенно не подойти. Ни в инвизи, ни каким другим образом. Ну и здесь тоже вижен от ПРов. Со стороны команды Лондон Конспиресси вижена вообще ноль. Собственно, сейчас покажу их вижен. Ни фига они не видят ни на половине соперника, ни на своей половине. Вы видите, вся карта темная. У ПРов дела чуть-чуть получше. В общем-то, какие-то зоны вот здесь, вот здесь просматриваются. Ладно, возвращаемся к общему вижену с Маке и СД. Все пришли делать то же самое, что делали на своем лайне, теперь на топе. Санейка увидел Спартан. Сразу же ловит Стан. Все, бросили в Дизрапшн у нас Лину. Лина еще и Санстрайк по голове получает. Ну, репел поздновато немножко. А Джейфо в любом случае выживает. Лина возвращается обратно на лайн. На сложной в это время. Семьсот пятьдесят по голде на руках у Шейкера. У Дитя Рапа являются фейсбуцы. Есть пятьсот сверху по золоту. Ну, также есть базилка, стаутшилд и топор на фарм. По нетворсу Дитя Ра на первом месте. Три с лишним уже заработал Мадара. На второй позиции у него где-то две девятьсот после этого крипа. Появляется Ринг оф Хеллс. Пауэр Трэдс уже имеется. Ну, относительно ровно идут игроки на легких лайнах. Те, которые должны фармить игроки, те игроки и фармят. Неспокойная дабла. И Скунки, и СДМ отправляется теперь на топ, насколько я понимаю. Юзнули Смок и двигаются... Нет, все-таки на мидлайн. Не дает им покоя Юфор Икс на мидлэйне. Слишком хорошо, видимо, он стоит. Кстати, 27 на 10 у него, у инвокера 25 на 13. Ну, относительно ровный. Крипстат. Спартан выходит у нас на Юфор Икс. Ну, по-моему, Юфор Икс приплыл. Да, здесь хаста есть. Успеет ли подняться в торрент. Развалили. Очень быстро, очень спокойно. Все по таймингу, все аккуратно. И смотрится чистенько. Развалили Лину моментально. Вообще, просто с раскастов. Там максимум 1-2 удара успевает дать команда до смерти своего оппонента. Погнались за Чеширским Котом, как я понимаю, теперь. Чеширский Кот тоже, по-моему, приплыл. Торрент под ноги. И Чеширский Кот здесь рассыпается. Что за дабла вообще? Ну, дабла Кунка и СД, она не обузилась, да уже, наверное, лет 500. В доте профессиональной, ну, вспомнили, вытащили из каких-то недр вообще. Из учебников, я не знаю, еще по советской доте. И юзают, юзают более чем эффективно. Все 4 кила, которые были сделаны на карте, были сделаны при участии СД и при участии Кунки. У Релакса появляются Транквилы. Дитя Ра отправился фармить лес. Ну, это так, собственно, между делом. Юфор Икса фейсбуцы постепенно начинают собираться. Так, выход готовится опять от все той же неспокойной даблы СД. В инвизе. Под репелом Джей Фо примерно понимал, что его ожидает. Кунка просто так бежать не может. Юфор Икс отправился в лес. Да, жизни на лайне ему не дают. Приходится где-то собирать экспириенсы золота по лесу. Мидас уже имеется у Кайзера. Сильно, кстати, битый Тауэр со стороны греческого коллектива на топе. Дитя Ра подпушивает. Опять же, на подсейв здесь есть Санейка. Ну, что Релакс может сделать? Пару секунд разве что выиграть. Дитя Ра, в общем-то, фуловый. Надо просто забирать Тауэр и отсюда уходить. У Дитя Ра по Нетворцу уже дела великолепны. 4-800. Общая ценность данного героя. На втором месте у нас идет Мадара на Бристлбеке. Ну и на третьем месте уже разместился Кайзер на Инвокере. Дальше Юфор Икс, четвертая позиция и Чеширский Кот на пятом месте. Джейфо терпит на сложный. Чеширский Кот отсюда ушел. Чеширскому Коту там вообще не сдобровать. Он это прекрасно понимает. В это время Т1 сыпется. Джаггернаут забрал Шейкера, где это было. Под Т2, за Т2 вообще забрали Шейкера через Омни Слэш. Ну, в это время падает Т1. Для Мадары. Отлетает Тауэр. Мадара на лоу ХП. Можно бы попробовать ворваться в него каким-то образом. Но кто это будет делать? Джейфо точно не будет этим заниматься. И понятно, что в Соло ничего толком Бристу не делает. Конечно, если опять же Брист не подставится. У Чеширского Кота 1750. На руках до Даггера 500 остается. Юфор Икс возвращается на мид. Фейсбутцы уже имеются. Что у нас у Инвокера? Так, Кнусу опять комбинация. Дизрапшн. Даже без Торрента как-то разбираются. Колд снэп. Развалили Юфор Икс. Теперь Кайзер решил забирать уже у нас фраги. 5-3. Комбинация работает. И пока еще несколько... Наверное, может даже с десяток минут. А может и несколько десятков минут. Эта комбинация будет работать. Зацепили Релакса здесь. Эхо Слэм под ноги. Ну, Релакс не должен уходить. Во-первых, Фейсбутс. Во-вторых, Мом. Джаггернаун доковырял своего оппонента. 5-4. География файтов у нас вообще разноплановая. Поймали. Джейфо. Торрент. Санстрайк. Все через Дизрапшн. Где шестой левел? У СД уже имеется. Все. Урна здесь просто мастхев. Потому что... Иначе... Иначе никак. Постоянно киллы вокруг этих ребят происходят. Урна постоянно будет пополняться. Ну, понятно. Стоит ли говорить, что это безусловный плюс для команды. 2-400. Уже у Бэтрайдера готов. В принципе, даггер. Даггер и ТП. Моментально Бэтрайдер у нас отправляется на базу. Потому что... Я так понимаю, инфу получил, что кто-то где-то по его душу уже направился. У Джаггера, на котором Дитя Ра отыгрывает, уже имеется Яша. Все это после Мома и после Фейсбутс. У Санейка потихонечку появляется Медальон. Ну, у Лины мы видели, как дела обстоят. У Мни Найт ничего, кроме Тапка. Чеширский кот, Транквилы. И... Даггер. У Инвокера после Медаса 1500 на руках. Форгиды и Санстрайк. Квас, Экзорт, Инвокер. Кунка. Тем временем, есть Аркан Буцы. Ну и больше, собственно, ничего. У СД этапок урна. У Бристлбека уже практически готовый Сенш после Вангварда. У Бристла все хорошо. 82 крипа. Добил. 2 килла. Все прекрасно. Делит, в принципе, первую позицию вместе с Дитя Ра. Пошел Дитя Ра. Как я понимаю, разговаривать у нас с Мадарой. Мадару поймали в Лассо. Лагуна Блейд. Все в спину, конечно. Но дэмэдж колоссального масштаба. Там даже Бристлбек у нас не выдерживает. Пэры вышли на Рошана. Готовятся, я так понимаю, заходить в Лондон конспирейси. Но нет коргероя, нет мейнкерри. Кем заходить сюда? Здесь одним торрентом не отделаться. Корабль пошел у нас в Рошана. Но ни по кому, по-моему, кора. Нет. По Дитя Ра попадает корабль. У него есть Эггис. Высвапывает его Венга. Хеллингвард стоит. Джей Фо будут цеплять. Но здесь одни форги. Собственно, кто там в кого зацепит. Да еще и Репел. На Джей Фо. Пошла ульта у нас от Джаггернаута в Шейкера. В секунду Шейкер рассыпается. 1400 после Яши. По золоту Дитя Ра отрывается у нас от Мадары. Мадара тем более еще и слился. В общем-то, в общем-то, коргерой ПР посильнее немного будет, чем Бристлбек. Какой левел? 11-й левел у Джаггера. У Бристлбека девятый. Только-только. У Кайзера уже появились Некра. Доставучий инвокер. С форгенами, с Некрами. Скоро в какой-никакой, ну, пуш команда Лондон Конспиресси выйдет. У Дитя Ра практически 2000 уже на руках имеется. Но здесь, скорее всего, с Инжин Яша будет появляться. Надо как-то укомплектоваться в ХП, потому что сейчас от одного корабля и Торрента. Чуть не развалился у нас Дитя Ра. Тем более, все, если это под Момом залетает, там проблемы серьезнейшего плана. Давайте посмотрим на графики. 14 минут сыграли. 500 по золоту выигрывают ПР. Игра очень ровная. Ну и по фрагам ровная. По экспириенсу ПР. Три с копейками опережают своих оппонентов. Джаггер что-то приобрел себе. Да, Сэнш летит у нас для Дитя Ра. Надо бежать отсюда. Блейд Фьюри или что угодно. Не стал Блейд Фьюри просто так тратить у нас Дитя Ра. Начинает наваливать у нас Спартану. Прячет его в Дизрапшн. Торрент под ноги. Успеет ли Блейд Фьюри? Дитя Ра? Нет, не успевает делать Блейд Фьюри. Корабль еще в него вливается. Но здесь, в принципе, все. От Джаггера и выйдется. Мадара очень сильно наваливает. Хилингвард стоит. Пошел под Хилл Джей Фо. Очень сильно проседает Релакс. Ульты. Ульта есть, но нет маны на ульту. Кайзер начинает получать по голове. Кайзер живет. Разобрали только Шейкера. Потерял Аэгис у нас Дитя Ра. Есть Омни Слэш. Врывается в Шадоу Демона. И переключается еще и на Инвокера. Инвокер на лох ЭП. Отъезжает. Дабл килл для Джаггернаута. Дитя Ра просто. Он фаер тысяча уже по золоту. Ну, гонят Мадару вообще поганой метлой. Отсюда навстречу Бэтрайдер. Ну, напалмами надо поливать. Надо стопить как-то Мадару. Бежит, конечно, парень быстро. Ну, тут, наверное, не догнать. Юфор Икс пока что по мувспиду не может справиться с Бристлбеком. Пока нет элементарного Юла под фейзы. Да и Даггер линия лишним тоже не будет. Дитя Ра забирает еще один Тауэр для себя. Поннет Ворсу серьезно опережает Мадару на две тысячи. Шесть-девять. Пэры очень классно подрались на Т1 команды Лондон Конспирейси. Забрали двоих или троих. Забрали Тауэр. Ушли отсюда в полном составе. Потеряли только Аэгис. Это безусловный плюс. На топ-лейн сразу же. Я так понимаю, Т2 будут забирать. Джей Фо здесь. Юфор Икс здесь. Дитя Ра отправился на Эншентов. Но тоже, в принципе, прийти на топ-лейн не вопрос. Врыв у нас в релакс. А лассо провязали. Ну, горит сильно у нас релакс. Релакс из лассо не выходит. Да, в принципе, комбинация тоже УПР. Достаточно убийственная. Правда, здесь ульты надо юзать. Как минимум ультбэтрайдера. Чтобы как-то фокусить. У команды London Conspiracy эта комба работала на первом, на втором левеле. Здесь минимум шестой надо. Для всего раскаста. Но, тем не менее, уже у нас есть шестые. Значит, ничего страшного. Ну что, время закончилось. У нас у Джей Фо, у дитя Райчширского кота в клубе. Отвалились сразу втроем. Ну, сейчас, наверное, продлят. Пять минут на третий, седьмой, восьмой компьютеры. Пять, наверное, по полчасика еще надо. Ну, отвалились. Пока ничего в чат не пишут. Ну, одновременно отпали. Значит, какие-то траблы доимеются. Пока есть время, давайте по вещам пробежимся. Юл уже готов у Юфор Икс. Все это после фазов и... Ну, талисмана. Шестсот по золоту после Аркан Бутс. Для Джей Фоу Винги. Есть медальон, есть урна. Кстати, 2-0-2. Неплохой КДА для Венжи Фулл Спирит у дитя Ра. 2-100 после Сен-Жин Яши. Возможно, появится даггер. Наверное, лишним не будет у Бэтрайдера. Есть даггер, но уже постепенно вырисовываются Форста. Все вернулись. Давайте быстро еще по команде Лондон Конспирейси пробежимся. Вторые некра готовы у Кайзера. Ну, и остальной набор артефактов вы уже видели. Здесь Кунка Саппорт. У него Аркан Бутс и все. СД есть урна, есть тапок. У Бристлбека Сенж готов. Ну, и осталось где-то 500-600 до Яши. И у Шейкера 920 на руках. Солринг есть. Ну, до даггера еще собирать и собирать. 17 минут сыграно. ПР и 4000 по золоту. По экспириенсу 5 с лишним. Ну, затихла команда Лондон. В общем-то, не так-то просто теперь драться. Потому что выживают после Торрента. Выживают после Дизрапшина. Да и Санстрайк уже не так больно, в принципе, печет. Ну, и опять же, ПР и не подставляются. Научены, видимо, горьким опытом ранних минут. Не подставляются. Собственно, не делают каких-то необдуманных вещей. Не гуляют в одиночестве. Ну, если гуляют, вот как в Ю4Х, разве что в полнейшем одиночестве и в Инвизе. Что Бэтрайдер там? Да скоро ли Форс став? Все, в принципе, рецепт у Чеширского кота есть. Начальный этап пройден для Бэтрайдера. Все, что необходимо было для файтов на ранних стадиях, по-моему, уже готово. Репел, опять же, от Умни Найта есть. Бросаешь на Бэтрайдера, Бэтрайдер врывается, ну и привозит вам подарок. В ряды команды. Джей Фоб пока ничем особенным не отличился. Собрал Аркан Буцы, ну, хотя бы левел насуетил. Гвардия на Энджел уже имеется, уже драки как-то будут повеселее. На мид выходит Мадара. В Ю4Х есть Еул, можно было попытаться зацепить. Не рискнули. Пэры, начать драку? Ждем. Дитяра, Умни Слэш есть. Отправляется во вражеский лес. После Сенжин Яшу уже появился Башер. Почти 12 тысяч насобирал Дитяра, но на 2,5 опережает своего прямого преследователя. Я говорю сейчас о Бристолбеке, на котором отыгрывает Мадара. Свободно себя чувствует Джаггер. Не надо особенно ему ничего выдумывать. Просто ходит, бьет крипов. Никто пока ничего сделать ему не сможет. 15-го левела Джаггер. Давайте вообще на лвла глянем. Кайзер 13-го, Ю4Х 13-го, Мадара 12-го левела. Сейчас очень близко, уже 16-й. Для Дитяра пачечка Эншентов, 1-2 и 3-й Омни Слэш будет готов. Ну а там драки вообще будут комфортны для ПР. Ну, мне кажется, ситуация у них поприятней будет. Это, в общем-то, и на графиках отражается. 5 по золоту, по Экспириенсу 7,5. Под Смаком. Команда ПР отправляется в лес Лондон Конспирейс. Ждем. Взлетает чеширский кот Фаерфлай. Развалили СД. Очень быстро. Дитяра все еще с ультом. Никого не пришлось через Омни Слэш забирать. Спокойненько развалили через Лосо и через Фаерфлай. Моментально просто рассыпался у нас СД. По-моему, Джаггер критонул плотнейшим образом в него. Ну, Джаггера с руки уже, посмотрите, 200+. Опять же. 400 криты. Ну, СД более чем достаточно. Надо врываться в Кунку. С первого же удара проходит Башу. Дитяра. Флеймбрейк под ноги. Моментально Кунку забирают. Все. За всю ту печаль, которую он принес в сложной линии. Под Риплэном Джейфо. Дитяра. В общем-то, фуловый. Да и все фуловые, кроме Бэтрайдера. Кстати, Бэтрайдер улетает у нас на топ. Ну, а дефать пока что Лосо у него нет. Драки относительно бесполезны. Куда, кстати, делся Бэтрайдер? Догорел Бэтрайдер у нас. По-моему, умер один из Некров и Бэтрайдер у нас отвалился. Даже немножко странно. Джейфо. Рипл и тэп аут. Но Дитяра отменил. ТП. Уходит своим ходом отсюда. Готов, в принципе, подраться с Мадарой. Да и в Солоп. Благодаря умни слэшу точно разбирает. Тем более, это третий умни слэш. Дэмэджа там огромнейшее количество. Влетело бы, ну, не стал драться. Сайвова сыграл. У Шейкера появляется Даггер. И Даггер появляется также у Дитяра. Как сильно Дитяра повезло. ДД руна прямо внизу, прямо под носом у Рошана. Ну, Рошан падает за 4-5 ударов. Ну, это действительно дикость какая-то. Да, Джаггер себя чувствует просто великолепно. У него уже Нетворс 14-200. Тут 11 тысяч кое-как Кайзер насобирал. Но опять же, это все с Мидасом. Ну и... Ну, и вы понимаете, конечно, что не по шансам, например, Кайзеру в соло драться против Дитяра. Корабль прямо в Дитяра, сразу втроем на торрент. Еще и под корабль. Да, удачная комбинация. Но это комбинация из двух скиллов одного персонажа. Там сверху ничего не упало. Никаких камней от инвокера. Ничего интересного. Врывается у нас Джаггернаут. Моментально разбирает Кунку. Без Омни-слэша по-прежнему. Неинтересен Омни-слэш Дитяра. Просто с руки. Но скорость атаки лютейшая. Под Момом, опять же, с Энджин Яша имеется. Бей не хочу. Еще Юфор Икс за счет пассивки, кстати, наваливает с дичайшей скоростью. В Дизрапшн сам себя прячет. У нас СД. Пошел Омни-слэш от Джаггернаута. Развалился. Шейкер. Ну и на лоу ХП. Отсюда Шадоу Демон уходит. Т2 можно забирать и дальше идти драться. Инвокер. Где, кстати, инвокер? Кайзер в это время спушил Т2 на топе. Команда Пауэррэнджер, скорее всего, отойдет отсюда. Надо вытягивать на себя инвокера. В четвером они гораздо быстрее спушат лайн. Так, Торрент. Пошел у нас Джейфор. Под корабль попадает. Все остальные, в общем-то, вне корабля были. Уфор Икс развалил у нас на топе инвокера. Но у нас здесь очень сильно горит Дитя Ра. Хоть и с Аэгисом, но тем не менее. Здесь Юфор Икс забирает инвокера. Думаю, через Лагуна Блейд. Да, так и есть. Дитя Ра свое дело сделал. Т2 спушили. Т3 немножко похарасили. Отошли назад. Похилиться. Закупиться. 3500 уже на руках у Джиггернаута. 16500 на 25-й минуте. Сколько же там ГПМ? 662. Очень много ГПМ у Дитя Ра. Сейчас еще и вырастет. А ну-ка. 666 ГПМ. А что вообще с ним делать? Ну, 197 крипов. Это еще при 8 киллах. Уже недалеко. Вот-вот. Еще один фраг и гадлайк. У Дитя Ра появляется Абисал Блейд. Теперь из Омни Слэша никто никуда уходить не будет. Ну, классно вообще. Дитя Ра реализует своего персонажа. Дали выформить все необходимое. По Нетворцу очень далеко оторвался от своих ближайших преследователей. Теперь команде Лондон Конспресси надо будет потерпеть. Тут, я думаю, БКБ лишний для Джиггернаута. Слот под него не нужен совершенно. Потому что, во-первых, есть Блейд Фьюри, если что. Если что, понадобится и выйдет. А во-вторых, Репел есть от Омни Найта. Фулл Дэмэдж у нас отправляется Дитя Ра. И это пока что работает. Врыв пошел в релакс, а релакс под башем просто не выходит. Даже Абисал Блейд не узал Дитя Ра. Так, врываются у нас еще и Спартана. Спартана тоже развалили. Ну, минус 2. Выкупается у нас Шадоу Демон. Репел пошел на Джиггернаута. Врыв моментально в Кунку. Кунку развалили. Летает в ветрах у нас Бристалбека. Почему, собственно? Кто вообще поднял у нас Бристалбека в ветра? Неужели Лина? Какой-то недочет был в команде, что там подпритупили БР. Весь Омни Слэш перелетал у нас в ветрах Мандара. Ну, сбивают Аегис. Опять же, можно пушить. Хеллингвард стоит. Нет, Хеллингвард разбили. Падают Бараки на Мидлейне. Врыв пошел от Кайзера. Бласт. Ходит Ара. Дитя Ара под Репелом. Убили Милишный Барак и убегают отсюда. Ну, все. Это, в принципе, говорит о том, что Лайн подспушен немножко. Уже Мидлейн будет пушиться. И команда Пауэрэнджерс по золоту будет подниматься только вверх. Опять же, если обороты свои не сбавит, и будет вменяемо реализовывать свое преимущество. По золоту ПРы 12 с лишним, по Экспириансу 15 с лишним. Все те же Пауэрэнджерс. 2.300 на руках у Лины. У Джаггернаута 2.100 на руках после Абисал Блейда. Слот, в принципе, готов и ждет нового артефакта. И с той скоростью, с которой Дитя Рауна сформит, я думаю, артефакт этот долго себя ждать не заставит. У Чуширского Кота постепенно начинает появляться Блэйкинг Барн. У Санейка даже появился Даггер. Вот это здорово живет команда Пауэрэнджерс. Винга, которая по факту должна терпеть, терпеть и еще раз терпеть. Наконец-то, наконец-то нормально себя начинает чувствовать. 2.06 Кота, Даггер есть, Медальон, Урна, Пауэртретс. Ну, удивительно даже. Обычно к 30-й минуте Венжи Фулл Спирит у нас с одним тапком бегает. И там, если на смоки хватает, то это вообще великолепно. Почему-то столпились на своем хайграунде. Пауэрэнджерс, даже и непонятно, почему и зачем. Никто пушить не собирается здесь. Ну, здесь полнейший, как бы, смех. Одними форгидами ничего здесь не сделать. Да и двумя форгидами ничего здесь не сделать. Кстати, какие-то, по-моему, крутые форгиды, если я не ошибаюсь, у нас у инвокера. Именно поэтому, может, экзортовый у нас. Так, а ну-ка, квас экзортовый инвокер. Кайзера, 3-100 на руках. Третий некра. Бутс оф тревел есть, Даггер имеется. 16-й левел уже у Кайзера. Давайте вообще пробежимся по персонажам. У кого какие обновления. У Джаггернаута 2-800 на руках. 19-й левел у Бристлбека. Со стороны Лондон Конспирейс. Имеется Кераса. Есть Вангвард. И Сен-Жин Яша тоже есть. Ну, 15500 для Мадары. Тоже неплохой, в принципе, показатель. Да, Рошана еще очень долго. Рошан у нас сегодня практически фуловый по времени отката. 3600 на руках у Кайзера. Пока что ничего не покупает себе. Даже немного удивительно. Может, не лишним был бы какой-нибудь Оркет здесь, чтобы затыкать того же Умни Найта. Ну, пока ждем. Бэтрайдера 2-800 на руках. Еще немного и будет готов Блэк Кинг Бар. Но разошлись команды по линиям и по лесам. Формят друг друга пока не видят. Ну, вот где будет заключаться главная цель команды Пауэрэнджерса. Уже потом прямиком на бараке соперника. Санейка и Дитя Ра решили подпушить Лайм. Как я понимаю, перед появлением Рохи. Нарисовали Лондон конспирейс у нас на карте. Примерно путь своего наступления. По миду двигаются. Ну, что-то здесь какая-то неразбериха. Это даже по рисункам на миникарте видно. Даршана минута. Мондары 2-700, кстати, на руках. Присталбэк очень здорово фармит. На удивление, все великолепно у него получается. 3-1-1 КДА. Ну, практически не умирал. И опять же, всю команду бустит за счет Керрасы. Да и демиджа впитывает в себя уйму. У инвокера появляется. Утимейт орб. Я думаю, Кайзер у нас пойдет в Хекс. Ну, надо действительно как-то бороться с Джаггернаутом. Если не репел, то тогда убийство 100%. Под смоком дитяра. На нем же репел висит от Омника. Взлетает Чеширский Кот. Пошла погоня у нас за Спартаном. Форд Став. Даггер. Эхо слэм пошел от релакса. Но не сильно просила команда Пауэрэнджерс. Омни слэша Джаггернаута. Дитяра очень сильно раздамажил команду Лондон конспирейс. Уже погибает Шейкер. Дитяра начинает бить по горбу у нас. СД, СД тоже отваливается. Шейкер выкупился. Пошла погоня за Мадарой. Должен догонять. Должен. Пять секунд до Даггера. Просто на хайграунд и прыгать. И выйдет Мадара. У нас станут ли Лины. Ну и ушел. Абисал Блейд проюзал. Там уже тиммейты вытолкнули на свой хайграунд. Не удалось забрать коргероя команды Лондон конспирейси. Пауэрэнджерс. Все. Рошан стоит. Можно идти и бить Рошана, пока там переводит дух греческий коллектив. Тут без хилингварда с таким количеством дэмэджа. Я думаю, Дитяра быстро разбирает Роху. Роху сразу же к земле с первого удара. Вообще, у Дитяра очень часто здесь проходят баши с первого удара. Даже удивительно, как так получается. В это время инвокер старается подпушить топ-лейн. Но есть с кем дефать. Шиширский кот просто здесь фармит всех этих крипов. Надо опять, главное, не рассыпаться у нас от Некрономикона. Бьют Некра. Бьют. Шиширский кот опять отхватил по лицу от Некрономиконов. Половину хп слил. Ладно, это не суть, как важно. Отправляются на свою базу. Пауэрэ просто похилиться, порегенить ману. Пять. Только что было 5500 на руках у нас у Джаггернаута. Фейзэ продал. Купил Бутс оф Тревел. Джаггер практически уже фулл запак имеет. Избавиться здесь от масков Мэднес. Я думаю, нарисовать туда что-то посерьезней. На дэмэдж или что-то посерьезней на вампирик. Ну, например, тут же Сатаник вместо Мома. Или, опять же, я думаю, не лишним будет собрать Мэлстром. Все, в общем-то, у Джаггера хорошо. Ну, если будет еще выше скорость атаки, представляете количество молний. Ну, и лишнее никогда. Скорость атаки для Джаггера быть не может. Здесь есть башеры. И очень важно контролить игроков Лондон Конспирейси. У Шейкера. Даггер, Солринг. Транквил Бутс пока больше ничего. 4000 у Мадары после Керасы. У СД. Тоже без обновлений. У Кунки появился Форстаф. Именно этот Форстаф и спас. Колючую задницу Бристалбека. Вот здесь, на нижнем лайне. Ну, и у Инвокера Линкин Сфера все-таки. Не Хекс, а Линка для Кайзера. Дитяра в компании двух саппортов направляется на Т2. Уже в Firefly летает у нас Чеширский Кот. Куда ты полетел? Где Чеширский Кот? Да где же он? Вот он он. Ворвался у нас в Кунку. Под ноги станут Юфор Икс. Развалили очень быстро. О, мне слэшат дитяра. Еще и Абисов Блейд по голове у нас СД. Ну, сыпется команда Лондон Конспиресси. Пауэрэнджерс намного сильнее смотрится. И демонстрирует это всем своим видом. Очень нагло дерутся. По-хорошему нагло. Такой спортивный... Спортивная злость какая-то чувствуется в данном коллективе. Просто бегут, не делают ошибок. Там, где не нужно бояться, они не боятся. Там, где нужно сыграть осторожно, играют осторожно. Ну, приятно смотреть на такую реализацию своих персонажей. Дитяра вообще оторваны. Даже не обсуждается. Дитяра, врывается у нас в Мадару. Теперь посмотрим, кто у нас сильнее. Ну, даже не почувствовал. У нас Бристлбека по байбекам... Да, у Бриста был байбек, выкупается. В принципе, сейчас с пятером готовы драться Лондон Конспиресси. В это время Дитяра стоит и под Хилингвардом Мисси Тауэр. Под репелом Кайзер еле-еле успевает в Дизрапшен уйти. Но это вопрос одного удара, наверное, для Дитяра. Развалили Кайзера. Дитяра сильно биты. Начинает бить в ответ Кумадару. Теряет Аэггис. Надо сейвить Джаггернаута. В любом случае, у Санейка нет свапа. Ну, здесь есть Баш... Здесь есть Даггер. Дитяра под репелом. Пошел гнать Кайзера. Ветра подняли у нас Бристлбека. Стан под ноги. Мадара, скорее всего, рассыпается. Если Мадара умирает, а Мадара, скорее всего, умирает, то это наверняка good game well played для команды Лондон Конспиресси. Euphorix Beyond Godlike. У Джаггернаута Beyond Godlike. Все у команды Power Rangers великолепно. Те, кто должны убивать, убивают. Лина 10-2, Джаггернаут 10-0. Ну, круто. Круто. Два сильнейших героя, которые в лейте очень классно себя чувствуют, вынесли все, что необходимо. Дали им киллы, дали им дэмэдж. У Лины появляется I of Scuddy. Ну, это вообще с жиром уже бесится. У нас Euphorix. Ну, почему бы и нет? Некра покупает себе Бэтрайдер. Будет ли лететь? Нет, лететь не будет. Будет пешком идти к своим тиммейтам. Ну, здесь уже под фонтаном. Какое-то развлечение полнейшее. Для команды Power Rangers, в общем-то, играются со своими оппонентами. Дитяра. Продолжение. Beyond Godlike 11-0-12. Из 30 киллов 23 при его участии. Еще один килл от Лины. 11-2. Дальше пошло месиво. Ну, тут просто забрасывают по КД всеми спеллами. Разнесли также Шейкера. Все. ГГВП. Лондон Конспирейси проигрывают первый матч. Сравниваются ПР и с ними по очкам. Ну, и, собственно, ждем ответный матч. Смогут ли Лондон Конспирейси отыграться после данного поражения? Или смогут ли ПР и додавить своих оппонентов? И, наконец-то, вырваться вперед. Обогнать греческий коллектив в турнирной таблице. Следующий матч в рамках серии Best of 2 через 4-5 минут. Не переключайтесь. Пока немного заставки. И услышимся очень-очень скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok